Памятник не ангелу, а человеку. В Самаре увековечили память Петра Алабина. Добрая традиция, когда в городе появляется все больше памятников известным людям, повлияет еще и на патриотическое воспитание молодежи, считают историки. Наряду с уроками самароведения, которые начнутся в этом году, вот такие зримые образы самарцев, князь Засегин, Петр Валабин, будут способствовать патриотическому воспитанию и самарскому, и российскому, и всех наших юных земляков. Петр Алабин – городской глава, благодаря которому в Самаре заработал водопровод. Открылись типография, метеорологическая станция, театр и не только. Тогда еще небольшой уездный городок загорелся яркими красками, появилось освещение с применением газа и телефонная станция на 10 номеров. Петр Алабин считается отцом первого в городе музея, который сегодня носит его имя. Это великое дело. Сооружение памятника, оно свершилось. И я рад, что и труд практикующего историка, он тоже оказался востребованным. Извояние городоначальника получилось мощным. Высота памятника вместе с постаментом свыше 5 метров. Отлита фигура из бронзы. Над созданием трудился самарский скульптор Карен Саркисов. Величественный Засекин на новой набережной – это тоже дело его рук. При сотворении монумента он активно советовался с историками, чтобы не упустить ни одну деталь. С одеждой, со всеми орденами, с расположением этих орденов и так далее. Были предоставлены все какие-то возможные фотографии. Церемонию открытия посетил губернатор Самарской области. Он отметил схожесть задач, которые сегодня стоят перед регионом и тех, что стояли перед Алабином. Например, строительство моста через Волгу. В свое время именно Петр Алабин занимался возведением путепровода через реку Самарка. Мы сегодня отдаем дань уважения к этому великому человеку, дань уважения к нашей великой истории. К самарцам обратилась и глава города Елена Лапушкина. И пусть он на Волжском берегу стоит и напоминает нам о том историческом прошлом и сподвигает нас на новые подвиги. Мария Левина, Максим Гусев, События.